одна из популярных камер видеонаблюдения на сегодня у меня на видео обзоре многие уже пользуются хорошие отзывы очень много людей их приобретают почему расскажу дальше на коробка много таких камер продаются на различных магазинах по различной цене в основном они то одинаковые по функционалу просто некоторые магазины проводят акцию и поэтому отдают эти камеры по смешной цене магазин вон с дара на алиэкспресс там ты можешь выбрать такую камеру с двумя матрицами с двумя объективами не перепутай там идет 2 плюс 2 4 мегапиксельная камера или вот такую как в моем случае с тремя объективами прописывает продавец что это 9 мегапикселей но там матрицы по 3 мегапикселя получаются с тремя объективами и эта камера будет дороже потому что у нее есть гибридный цифровой зум посмотрим как он работает дальше моделью xm 83 вайфай камера qr-код для скачки приложения приложения айсиси для iphone и сразу же в play маркете для android устройству камера отслеживается с приложения айсиси удаленно из любой точки мира есть возможность заказать с удлинителем ну там я ссылку оставлю отдельно метраж кажется до 10 метров но скорее всего что лучше брать 6-метровый это именно удлинитель по питанию блок питания подключаешь и потом кабель пошел 6 метров до камеры и подключаешь в разъем питания его но можешь такой вариант заказать но лучше конечно идеальный вариант это когда ты ближе к камере подведешь розетку 220 и подключишь блок питания непосредственно рядом с камерой тогда будет меньше вероятность того что будет просадка по напряжению на длине кабеля именно вот этого но хотя вот они предусмотрели 6 метров наверное в идеале 10 я не знаю не пробовал не могу сказать к блок питания 12 вольт 2 ампера прописано наверное в реальности 1 ампер ну вот такие они идут все с со всеми дешевыми камерами в данной камере съемный идет кронштейн двухсторонний потолочно стеновое крепление и потолочная набор такой вот установочный для камеры на стену на потолок крепления дюбели муфта черная на rj-45 уже проходная до кабель можно не резать а муфту соединять показывал я вам как это делается этих дюбели также можно использовать камера легкая вполне их хватит вот для крепления такая шайба и инструкция для подключения камеры стоит ознакомиться но камера очень легкая в подключении все в один клик ты делаешь в пару кликов покажу вам дальше приложение и сиси то есть все очень доступно это бюджетный вариант камеры за небольшую стоимость но которая имеет хороший функционал за свою стоимость и почему она популярна да потому что это камера 2 в 1 за цену можно сказать одной камеры и уже в маленьком корпусе то есть ты получаешь на месте этой установки две камеры это наблюдает за одной и территории вот там это развернуто вообще в другое место например вот так вот и наблюдает за другой территории можешь перекрытие ставить то есть у тебя будет две картинки на смартфоне зашел смотришь и какой плюс вот этой камеры нижней которая отличается от такой же но с двумя объективами здесь один и здесь один объектив здесь видим два то что эта камера может еще приближать зумировать восьмикратный зум гибридный цифровой с потерей качества на максимальном на максимальной ступени зумирования каждого объектива но можно добиться очень качественной классной картинки также поэтому эта камера может еще плюс и приближать если тебе нужно например камера установлена на высоте там выше третий этаж выше то этой камерой можно приблизить и в приближенном состоянии оставить она будет писать вот эту именно приближенную картинку на карту памяти посмотри при выборе ты можешь заказать с картой памяти в комплекте так мне продавец не помню я заказывал нет не укомплектовал картой памяти можешь свою использовать по картам памяти также есть нюансы не ниже 10 класса карта памяти должна быть качественная если какую-то старую будешь ставить то есть возможность то камешка камера ее не примет и будет глючить сама камера мунис не сохраняться может запись на плохой карте памяти то есть нужно пробовать форматировать и смотреть эти моменты в случае какая-то если проблема сразу извлекаешь карту памяти оставляешь камеру работать без карты памяти следишь без карты памяти она может работать карта памяти просто это хранилище для видео для аудио с камеры кнопка сброса к заводским установкам вон маленькая на 10 секунд удерживаешь ее не отпуская камера голосом говорит настройки сброшены закрываешь камера перезагружается есть у меня видео по процессу сброса камер заводским установкам в поиске в поисковой строке youtube а так и вводи сброс камер к заводским установкам и сзади добавляй роман романов и все мои видео выдаст тебе в поиске в этом пакете также два мелких винта находятся которые вот уже я и пытаюсь потерять которыми будем крепить кронштейн кронштейн может вращаться на этой камере по кругу это уже обновленные корпусы если раньше кабель сюда выходил и была возможность тут ограничения то кабель теперь выходит из этого места и он полностью также загерметизирован здесь порядок такое литье и здесь отверстие то есть работает как трещотка как фиксатор угла кронштейна накладываем кронштейн накладываем шайбу совмещаем ее с теми отверстиями в общем-то по-другому и не получится и закручиваем винты вот в этом случае вам только нужно будет отвертка ну и дальнейшем там прикрепить камеру кронштейн установлен фиксируется поворот этим кронштейном ты перенаправляешь эту камеру по высоте угол так и не регулируется я думаю но вот вот скоро хотя несколько мама моделей есть у айси сишных камер именно с регулировкой этой камеры по углу наклона по повороту то ты ее так регулируешь от вот по углу наклона в этих именно вариантах в этих корпусах нету но обзор я делал на такие если кому нужно дам ссылку ну а эта камера управляется удаленно из любой точки мира установлены двойного действия на светодиоды и к led вот видно часть их желтая а часть прозрачная вот эта желтая часть это белое свечение будут они давать ночью при включенном ночном режиме в автомате который будет работать по людям по движению людей будет включаться желтый свет если нужно тебе если не нужно переключить в инфракрасный режим и не будет реагировать не будет людей пугать светом также и в тут вариант не менее мощные но такого же двойного действия камера может светить отовсюду может и не светить кстати посмотрим люди пишут что такие камеры ставят они в невидимый ночной режим то есть без задействования белых светодиодов они все равно включаются посмотрим дальше покажу вам где включаются они где выключаются карты памяти до 128 гигабайт поддерживает и есть табличка оставляю вам с примерным объемом ну то есть по дням от объема и сколько дней будет храниться видео на карте памяти аудио микрофон есть динамик есть может камера работать по вайфай может работать по кабелю также можно на камеру заходить напрямую со смартфона по вайфай на расстоянии работы вайфая сигнала от смартфона до камеры но такой технический режим зайти например посчитать информацию с карты памяти камеру там перезагрузить может сбросить их заводским установкам а удаленно через интернет очень нравится людям именно камеры в черном цвете вот более они популярны люди их берут под открытым небом много часто задают вопросы да это уличный вариант у нее все закрыто ее можешь под открытым небом вешать но желательно идеальный вариант под крышей под козырьком каким-то ну просто защитить на всякий случай камеру а так она может под открытым небом находиться но вот учтите что черный корпус больше нагревается чем белый есть вариант белый вверх черный низ просто но тут кому как на черное понятно что меньше заметно если не на солнечных лучах то хотя перегрева уже давно не встречаю я камер с какой-то проблемой там перегрева чтоб они перегревались первое подключение сделаю по вай-фай в дальнейшем просто подключаю кабель от роутера от того к которому подключал камеру по вай-фай и камера адаптируется автоматически по кабелю работа и подключу сейчас даже просто не раскрывая вот так его здесь на месте опробуем будет ли адекватно работать вот 6 метровым скольки шум ну да вроде бы 6 метровый кабель питания подключаю блок питания в розетку 220 пошло питание даем камере загрузиться загружается здесь индикации нет стандартные фразы потом на русском она будет говорить эта камера уже имеет возможность подключения посредством bluetooth вот она сказала вот все остановилось открываешь приложение айсиси проходишь регистрацию на приложении список устройств подключен смартфон к тому роутеру по вай-фай которому буду подключать камеру не забывай и надо включить будет геопозицию вот кто первый раз подключает понятно и по идее камера должна добавится bluetooth также должен включен быть на смартфоне рамка не выскакивает возможно обновилась приложение и как-то по-другому что-то работает давайте нажму плюс добавить устройство вот выскочила в автомате найдено устройство добавление в очереди жмешь плюс роутер выбираешь и прописываешь пароль пароль доступа к вайфаю этого роутера жмешь окей и пошло добавление камера говорит подключаюсь подождите подключено устройство bluetooth устройство отправляет информацию конфигурация сети устройство получила информацию с экс с фолей нет карты sd и если будет забыл я вставить у тебя сразу выскочит информация какую запись включить по постоянку или по тревоге если нужно чисто по людям то включай постоянно по тревоге если постоянная нужно и люди там все подряд включай постоянную и присваиваем название камеры можешь сам прописать выполнено существует а балкон не вставлена карта сбой локальной записи вы можете подписаться на хранилище на хранилище так устройство добавлено вот устройство заходим и тут пишет нам просит калибровку сделать двух камер и я вам оставлю отдельно видео по калибровке потому что в каждом я показываю калибровку камер на что влияет калибровка верхней и нижней камеры на правильность слежения за человеком верхняя камера зовет нижнюю когда увидела человека нижняя поворачивается берет его в центр и следит за ним и вот эта центровка нижней камеры именно зависит от правильности калибровки не тяжелый процесс я вам показывал все отдельно смотри если ну вот без карты памяти она работает сейчас ты ее можешь выключить питание вставить карту памяти опять включить ну как смартфон например то же самое если не без карты памяти то ты можешь хранить в облаке зайди посмотри там стоимость также символическая в месяц дается бесплатно выбираешь количество дней сколько сохранять что сохранять по стоянку или по тревоге от этого многое зависит именно стоимость можно рекламу облака закрыть также ты можешь подключить ее по вайфай напрямую к вайфай видеорегистратору икс и маев скому но то есть одного производителя по вайфай она будет вайфай видеорегистратором работать тот который напрямую подключает к себе вайфай камеры или же по кабелю к простому видеорегистратору не вайфай но в домашней сети она будет также работать или же к поя видеорегистратору если поя адаптер будешь использовать вот такой поя 48 12 вольт подключаешь его к камере соответствующие разъемы и суда 48 вольт витую пару подтягиваешь то можешь подключать ее к поя видеорегистратору также икс и маевскому там и других производителей камера имеет он вив протокол может работать с производителями других видеорегистраторов но там скорее всего же не будет анали по аналитике совместимость и вот именно какой плюс что эта камера нижняя имеет зумирование вот плавное такое зумирование подтянул провернул провернул но надо на улицу выносить потому что камере не на чем сфокусироваться очень все близко и очень хороший зум очень хороший ну качество на свои деньги также хорошие это не оптический зум которым обладают камеры за 200 за 150 за 200 за 300 за 500 долларов эта камера в пределах 30 долларов значок сигнала вай фай вот он вверху качество вай фая показывает если вдруг вообще слабый сигнал вай фая в том месте где ты камеру устанавливаешь для адекватной работы чтобы не возникало вопросов у вас а вот я захожу на камеру удаленно на карту памяти или просто картинку смотрю а камера картинка на смартфоне тормозит от качества интернета зависит во-первых со стороны смартфона если заходишь хреновый интернет также висит со стороны камеры если плохой интернет также может виснуть и еще может влиять именно сигнал вай фая плохой вместе установки камеры по кабелю подключишь посмотришь что как насколько улучшится качество доступа к камере то есть эти все моменты должны быть учтены и также на карту памяти многие пишут захожу картинка тормозит дергается ну во первых надо решить проблему с со связью с камерой синхронизация даты и времени раздел об устройстве в этом разделе ты также получаешь обновление если имеется пишется красным тебе имеется обновление вверху qr-код серийным номером камеры ты можем поделиться с другим человеком дать доз и смотрим далее время устройства чтобы синхронизировать нажмите правой кнопкой вот как раз сейчас у меня камера не синхронизирована по времени жму окей и смотрите моментально происходит синхронизация с временем на мобильном устройстве заявлено что внизу установлен один объектив 2 и 8 миллиметра другой 12 миллиметровый то есть очень большая разница в фокусном расстоянии камера на видеорегистраторе также в многоканальном режиме она открывается две камеры в одной появляется видеорегистраторе значок мульти линзовый зум с этой камерой видеорегистратор полность совместимости ксимаевский поэтому у него есть с него есть возможность активировать мульти линзовый зум вот нажимаем появляется с такая полоска и мышкой можно плавно колесиком или же зажать и протягивать производится зумирование переключение с объектива на объектив ну вот ступенчатая пробую сейчас на 2 и 8 пока вот сейчас переключение на 12 миллиметровый 2 как заявлено и видите что уже качество стало хорошее 2 и 8 пока приближал приближал качество просто цифровое изумирование теряется сейчас качество стало лучше в дальнейшем когда приближаем уже качество теряется и теряется сильно ну то есть чем дальше ну опять же это стоимость камеры такая и уже предметы идут более размыты но все равно далеко что-то ты можешь еще просмотреть ты вот так можешь оставить камера будет писать таком режиме и плюс когда приближение камера дальше видит людей и фиксирует включает запись присылает вам уведомления кстати по номерам смотрите номера еще и будут различимы где-то метров с 20 наверное но опять же автомобиль желательно чтобы ну не быстро или не медленно двигался или стоял потому что если быстро быстро будет двигаться ничего ты не различишь но вот прочитать надписи на столбе уже невозможно но понятно что и чем дальше зумируешь вроде бы видите приближаешь но это искусственное приближение искусственный так называемый цифровой зум здесь вообще вот в самом конце идет вот жесть просто жесть но показал как есть и показал вам что камера работает вот как с видеорегистратора можно ей управлять поворотами зумированием так из приложения с приложения вот так вот или же вот так вот или же вот так вот зум также добавляешь или же вот так вот камеру смотришь или ту или ту звук есть хороший звук микрофоны для своего ценового диапазона все качественно управление камерой вызываешь камеру перенаправляешь куда хочешь вверх-вниз фиксируешь также меняется картинка и на видеорегистраторе также эту камеру ты можешь удаленно подключить видеорегистратору через интернет и вот те три ночных режима о которых я вам говорю ночью посмотрим как они будут работать что можно включить что выключить по клику на камеру верхнюю кликнул нижняя поворачивается и при этом я уже сделал калибровку вот так же вот эта функция на зависит от правильной калибровки по центру нижняя камера поворачивается туда куда я кликнул берет центр на эту камеру есть прошивка об устройстве имеется прошивка я пока не прошиваю хочу посмотреть как она не обновляют то есть хочу посмотреть как она будет работать ночью может вот этот момент будет со светодиодами непонятный и потом я обновлю и посмотрим что-то изменится или нет установил карту памяти управления хранилищем на 32 поставил цикличная запись говорит о том что камера будет по заполнению карты памяти продолжать записывать сверху ролики как автомобильный видеорегистратор это делает участие не 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 нужно там заходить карту стирать что ли форматировать также может форматировать вдруг что-то непонятка какая-то с картой остановить запись остановить запись при заполнении карты полностью заполнилась остановится если нужно все остальные настройки записи вот запись по тревоге запись 24 часовая с поставил по тревоге длительность видео режим какой записи качество записи какое поставил отличное здесь также или sd качество плохое меньше места занимать будет на карте или hd хорошая больше будет место занимать на карте основные моменты базовые настройки сигнал оповещения это голосовое сопровождение при перезагрузке камеры выключил имя устройства скорость поворота если хочешь измени все остальное также понятно все делаешь по наверное по слежению будет интересно быстрые значки вот они все основное здесь отслеживание движения поворачиваю камеру нижнюю туда куда хочу чтоб она вернулась после слежения вот так я ставлю как раз в перекрытие можно можно сказать в перекрытие столб вот и столб вот ниже опустить и кстати слежение также ты можешь включать в этом разделе пятизи вот мобильное отслеживание из видеорегистратора ты можешь также и включить слежение выключить сейчас человек наверное идет а ну-ка задать точку демона повернул камеру и задал точку демона обязательно сохранил место возврата чувствительность время демона сколько за ним смотреть после поворота 10 секунд ставлю чувствительность и отслеживание движения включаю теперь это все должно работать в автомате верхняя камера зовет нижнюю нижняя поворачивается следит или же нижняя просто видит и сама занимается слежением посмотрим зум при этом работает или нет но навряд ли камера целый день работает без проблем следит за людьми верхняя также работает по аналитике только когда включена функция слежения то есть она зовет нижнюю камеру верхняя камера не присылает тебе уведомления по человеку она просто может позвать нижнюю нижняя повернулась определила и прислала уведомление верхняя камера чисто вот обзорная нижняя камера быстро поворачивается за людьми следит быстро слежение на этих камерах настроена очень классно за за это ценовой диапазон получаешь камеру с хорошей функцией слежения с плана его с плавным поворотом в двух плоскостях все отлично по определению силуэта человека также на большом расстоянии определяет при минимальном зуме вот как сейчас на первом объективе 2 и 8 широкоугольном а на 12 миллиметровом если ты поставишь зум то она еще дальше будет определять людей и соответственно следить за ними так также будет дальше на большем расстоянии чем на объективе вот широкоугольном 2 и 8 миллиметра ночной режим смотрите вот сейчас я поставил ночной но никаких вопросов нету вот этой проблемы с постоянным как вы говорите включением там лет светодиодов в к решим режиме в ночном инфракрасном стоит и черно-белый режим камера не переходит в цвет не включает белые светодиоды управление ночными режимами можно вызвать на картинке камеры инфракрасное ночное видение приподнять можно менюшку инфракрасное ночное цветной ставлю камера переходит в цвет полностью включает белые светодиоды в нижней и верхней и в нижней части камеры то есть такой вариант именно будет постоянно пока ты не наступит светло камера не выключит белые светодиоды то есть постоянный цветной режим и двойной имеется ввиду по людям с задержкой по свечению ты можешь ставить кого не устраивает там по умолчанию 60 секунд стоит минута можно уменьшить задержку свечения белых светодиодов после определения человека не забывай также это регулировать не можно 5 секунд поставить посветила выключила ну и инфракрасный вот как сейчас инфракрасный у меня стоит в ни при каких условиях не переходит не включает белые светодиоды нету уже этой проблемы которая была в прошлых моделях наверное с прошлой прошивкой по когда нижняя камера верхняя зовет нижнюю нижняя поворачивается но человек ушел и она не успела его определить она застывает в том же положении в котором она повернулась в этой камере уже нету такого даже если человека она не заметила не определила она за через заданное время отворачивается в заданное место то есть эту проблему решили висит на них новая прошивка сейчас я обновлю прошивку ну я думаю кардинального ничего не изменится ну и посмотрим а вдруг появится с новой прошивкой вот эта проблема которая которой вы говорите что белые светодиоды там в инфракрасном режиме работают а вот смотрите почему нужно обновлять уже прошивку в этих камерах особенно вот это которая три объектива которая внизу имеет зумирование нижняя камера имеет два объектива обновление уже нету это последняя версия вот если висит у вас красным что имеется прошивка можно обновлять что у нас получается версия по вот такая и после обновления появился автоматически работающий зум при слежении включенном то есть при прошлой прошивке зум автоматом не работал при слежении за человеком часто работает автоматический зум если бы я днем обновил то можно было посмотреть как днем это работает но я вам скажу вот человек только что проходил даже ночью это адекватно классно работала поэтому обновляйте и эти камеры уже имеют автоматические автоматическое зумирование при слежении верхняя камера определяет ли людей но не видел я думаю что в этой прошу в этом обновлении не будет такого чуда а в дальнейшем возможно и будет многие задавали вопрос как сделать чтоб камера за всеми предметами не только за людьми а именно включалась и присылала тревогу по всему движению просто нужно зайти в настройки и убрать галочку определение силуэта человека в настройках камеры настройки смарт-тревоги обнаружение людей выключаем снимаем галочку и камера за за автомобилями там все будет писать по всем движениям смотрите появилась новая настройки push-оведомления отправлять в вичат но у нас тяжело учетную запись вичата создать в основном для китая это но уже вот такого не было но вот такое уже есть по качеству ночной картинки не скажу я что эта камера на высоте такие варианты я тестировал с более мощными светодиодами инфракрасными и цветными но эта камера вот порадовала тем что после обновления она включила автоматический зум за сли со слежением за человеком очень приятно ждем обновления чтоб верхняя камера также работала по аналитике полноценно как и нижняя камера в продаже в украине по цене алиэкспресс кому интересно заходи ко мне в telegram там тебе ее продам спишемся в личку подписывайся на канал в дороге в дороге еще много чего интересного всем удачи до следующих видео